всем привет это обзор последней инсайдерской сборки windows 10 мобайл ничего нового здесь нет это исключительно видео для тех кому интересно вообще судьба вину здесь что с ним происходит какие как бы плюшки там появились чего стало лучше чего хуже первое это изменились уведомления теперь можно смахивать уведомления по одной штучке или все сразу и группируются они теперь по приложениям это изменение номер раз номер два все переделаны менюшки в настройках изменились значит анализ показания расхода батареи теперь это меню полностью переработана далее изменился меню верхняя шторка можно добавлять удалять кнопки и менять их расположение момент ну вот примерно так и должно происходить вот все это работает что еще получать инсайдерский сборки теперь можно настройками прямо в меню настроек такая тавтология далее принципе сбор кстати полностью стабильные и рабочие новый маркет маркет перелицован маркет до сих пор баги некоторые скриншоты не отображаются иконки теперь намного более крупные работает он намного шустрее появилась история обновлений которые раньше не было это все теперь можно посмотреть порадоваться что еще это же получил некоторые обновления теперь она дает больше баллов в html5 тесте в нем появилась поддержка свайпов то есть назад вперед работает он лучше работать быстрее факт реально мне он уже нравится что еще кардинальных повторюсь здесь изменения нет очень важная настройка сейчас я покажу вам это возможность отправлять смс ну то есть смс приходит на компьютер и можно их отправлять с компьютера телефон как бы как хаб такой то есть унифицированное приложение сообщения но теперь все сообщения они как бы все синхронизированы между собой будет еще новое приложение skype я уже тестил версии превью намного более приятная но моментально отправляет работает очень классно вот это по таким вот глобальным изменениям в целом же сборка просто более стабильная более шустро но ничего прямо кардинального здесь нет даже по сравнению с тем что есть сейчас просто это как бы допильно изменился настройки hdr вот немножко иначе теперь все выглядит как и раньше кнопку поиска вызывает дебильнейший яндекс который мне нахрен честно говоря не нужен лучше бы картану сделали но я так понимаю что россия не является приоритетным рынком для microsoft и они сейчас акцентировать свое внимание на него не будет не будут не вот а так в целом в принципе все работа достаточно шустро и ну в общем никакого негатива кооперационки не имею ну и мне она в принципе уже нравится вот потом также изменили приложение музыки видео они работают намного шустрее у них допилен интерфейс ну и в принципе немножко допильная эргономика вот в целом это собственно все и самый важный конечно самой важной особенностью anniversary update будет взаимная интеграция между пк и смартфоном то есть не какие-то вот визуальные улучшения именно более глубокая интеграция вот по работе операционки по количеству приложений сейчас все более-менее хорошо есть инстаграм появился нормальный там вайбер в формате universal windows платформ там до пи постоянно допиливается в ватсап и прочее то есть сейчас уже не чувствуется какой-то обделенности в плане софта все все очень 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 неплохо все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем пока